наш эфир продолжает программа ивана денисова так называется час ивана денисова здравствуйте иван здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушатели ну и начнем мы наверное это не будет сюрпризом ни для кого с ближнего востока да никуда нам от него не деться проблемы серьезная проблема важная поэтому благодарю полину волку за помощь подготовке выпуска ну и прежде всего конечно же всем слушателям зрителям из израиля желаю скорее пережить то что сейчас происходит я всегда это говорил и всегда буду повторять что израиль конечно же победит но что я тоже повторял и буду повторять могу только пожелать чтобы с наименьшими потерями для себя и чтобы израильтяне помнили я к этому сегодня буду обращаться все разумные буду обобщать все и адекватные люди в любом случае на их стороне ну а что я бы хотел сегодня рассказать это предложить вам две картины два видения того как смотрят на проблему ближнего востока консерваторы и либералы и как это через политику двух американских партий прежде всего проецируется на ситуацию на ближнем востоке к чему привела политика складывавшиеся с сороковых годов консерваторов всякое в ней бывало но будем считать что действия трампа на ближнем востоке это в общем и целом отражение основных направлений консервативные политики и то что происходит сейчас это по моему конечно же убеждению в общем и целом итог того что хочет видеть на ближнем востоке политика либерально и которая на сегодняшний день мы не только на сегодняшний но так или иначе подчинила себе партию демократическую но начнем с более близкого то есть консерваторов и я напомню что по ряду причин не только моральным но еще и политическим что целый ряд республиканских видных политиков еще сороковых годов было очень и очень сильно настроен на признание израиля то там работала и работали и сионисты за что им большое спасибо и тесная связь многих республиканцев с еврейскими лидерами местными и повторяю понимание того что это правильно так и должно быть два самых колоритных примеры это сенатор роберт афт и сенатор джозеф маккарти хотя вот к сожалению израильские политики от активной помощи маккарти отказывались кстати говоря это не мои домыслы это вы можете прочитать в мемуарах эвена например хотя отдадим ему должное он признает что мака все разговоры об антисемитизме маккарти конечно ерунда и более того вот это вот тот светкий случай когда политики консерваторы даже опередили консерваторов интеллектуальных потому что когда складывалось интеллектуальное консервативное движение там вначале преобладала некоторое недоверие к израилю но в нем виделось что-то такое левое и немногие поняли что и как пожалуй уилмар кендалл был человеком который сразу примерно разобрался что что и как и в силу своего интеллекта и в силу может быть работы в цру но со временем все больше и больше стала складываться консервативная поддержка израиля во многом это было выражено тем что сами израильтяне стали все больше и больше делать ставку на республиканцев прежде всего это произошло пожалуй переломными были выборы 68 года когда израиль в общем и целом решил для себя что никсон благо многие лидеры израиля его знали лично были с ним хороших отношениях он важнее и не прогадали как вы знаете и второй момент это когда израиль так или иначе предпочел рейгана картером сочтя что картер будет гораздо рейган будет гораздо более выгодным и удобным да и вообще лучшим для израиля партнером что тоже подтвердил и постепенно вот это вот общая направленность республиканской партии к ней примешивалось то что разочарованные интеллектуалы многие не обязательно кстати еврейские в том числе и вполне себе англосаксонские разочаровывались в демократах и переходили в стан республиканцев к этому примешивалось то что многие консервативные авторы сами стали ездить в израиль и обращать внимание что люди ну может напрямую не связаны с движением на его вдохновлявшие эллиот например хотя принято считать что или вот язвали не антисемит но и лед вообще восхищался израиль который по это писать так вот все больше и больше интеллектуалы консервативные стали видеть в израиле союзника интересы холодной войны безусловно сыграли свою роль и стали обращать внимание на то что израиль это главный союзник и таким образом вот это вот коалиции религиозных консерваторов понятно кого видели в израиле союзников антикоммунистов воинов если угодно холодной войны прагматиков они вот образовали ту самую коалицию которая пожалуй сложилась все таки при рыгане особенно отчетливо и символом стало то когда бакли лидер прежде всего движения консервативного который иногда был к израилю критичен но к восьмидесятым девяностым годам уже стал безусловным союзником израиля и даже изгнал показательное из движения тех авторов которые по его мнению занимали антисемитскую позицию сочтя чего многие не боятся делать что антисионизм антисемитизм в принципе одно и то же был момент когда один египетский аферист а именно садат очень был ловкий мошенник попытался сыграть на некоторые опасения к некоторым опасений в том числе республиканцев перед беги нам но вот так получилось что смерть сада то она как ни странно а может почему даже ничего странного здесь нет но она пошла на пользу отношением консерваторов израиля что афериста от афериста избавились благополучно и единственное чего вот не было такого четко выражено четко сформулировано так это то а как себя собственно говоря вести на ближнем востоке потому что даже многие консерваторы и многие республиканцы они пытались находить какие-то точки соприкосновения с арабами хотя тот же рейган говорил еще будучи радиоведущим что никаких палестинцев нет вообще и америке нужно брать курс только на сотрудничество с израилем став президентом порядок причин у него не все там получалось то же самое говорил и никсон что никакого палестинского государства быть не может эту же позицию озвучивали близкие к рейгану политики вроде шульца палестинского государства нет но вот то что говорил кстати говоря и рейган и говорил его друг и один из лучших консервативных авторов и аналитиков стэн эванс а именно просто понять что нужно взять курс на однозначную поддержку своих союзников эванс там выделял несколько стран но на ближнем востоке это был израиль а не обращая внимание на никакие международные организации на визги и крики об общественном мнении просто вот понять что израиль тайвань или например кто там не был роды 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 зядаст эванс тогда она что-то была жива вот и потому подобные страны если просто с ними сотрудничать и не обращать внимания то так или иначе это окупится и вот это сочетание прагматизма поддержка настоящих союзников и идеализма то есть то что действительно те кто готов в америку поддерживать это морально правильно прежде всего вопросе израиль что это америке поможет но к сожалению это долго игнорировалась и только получается при трампе это было реализовано потому что мы увидели что про вымышленных палестинцев речи в общем-то и не было был взят курс на поддержку израиля признание того что все мы и так знали где столица израиля и что самое главное как и предсказывали радикалы якобы ультра права это сработало мы увидели с вами что арабские страны они заинтересовались и видя что израиль это конечно они его не полюбили но видя что израиль это те с кем надо сотрудничать они стали тянуться к израиле даже саудовской аравии кстати шмой эль кац известный израильский автор но писавший на английском языке он тоже это предсказывал что саудовской аравии могут ненавидеть евреев сколько угодно но они прекрасно понимают что израиль это на самом деле главная гарантия безопасности саудовской аравии на на ближнем востоке и при трампе это все проявилось более того возникла даже вероятность того что будет выстроена такая система как и потом так в европе нато я его всегда готов защищать но и трамп его конечно же сильно усилил сильно усилил не очень красиво но вы поняли что я имею ввиду появилась возможность создать какую-то коллективную безопасность на ближнем востоке израиль и адекватные арабские страны о чем тоже и кстати опять эванс говорил довольно таки давно но как только на перспективе появился байден то мы об этом предупреждали если вы найдете наши октябрьские передачи то что вот это будет нечто подобное мы так или иначе предвидели то сработало то что сработало потому что курс дем партии курс либералов он был совершенно в другую сторону и если изначально какое-то количество либералов и даже левых израиль поддерживали но опять раз там советский союз поддержал то они поддерживают то не будем все таки забывать что трумана израиль признавал через голову госдепартамента и очень многих демократических лидеров на и я уже рассказывал вам не буду повторяться почему в госдепартаменте такой сильный про арабский настрой в спецслужбах кстати который никуда не делся но со временем во первых прибавились личные обиды демократы конечно же обиделись на израиль за шестьдесят восьмой год а картер совершенно откровенно открытым текстом говорил что израиль его там чуть ли не бросил раз предпочел ему рейгана и злопамятность и мелочность картера мы по сию пору с вами наблюдаем но и к тому что вот бюрократия которая в принципе с демократами завязана и бюрократия которая однозначно про арабская антисемитская антиизраильская по целому ряду причин которых я уже говорил постепенно к этому стало примешиваться еще и вот это все больше и большее левое влияние проникающее в демпартию и для левых израиль это конечно же колониальная сила проект западного колониализма и так далее там подобные белая вина и прочая хине и чем больше все эти силы стали проникать в демпартию тем большие взгляды их стали мейнстримными но что самое главное повторяю еще раз это не противоречило вам многим старым вот этим самым либералам которые и старым левом которые якобы разумные потому что с одной стороны бюрократия с другой стороны левый радикализм а смысл примерно один и тот же если мы с вами попробуем найти какую-то между этими двумя явлениями связующее звено в демпартии и увидим с вами социал-демократов которым казалось бы следовало видеть в израиле союзников как никак в израиле очень долго у власти были как раз там уж не социал-демократ но здесь это не работает потому что социал-демократия европейская и американская она вся тоже стал увязать с одной стороны в бюрократии с другой стороны в левом радикализме так или иначе поощряя левый радикализм раздавая бюрократию и конечно же социал-демократия она тоже оказалась заведомо антиизраильской и мы с вами пришли к ситуации когда даже если в республиканской партии есть два крыла умеренное и консервативное так или иначе они за израиль просто консервативное более решительное и готовы делать то что мы с вами увидели то в демпартии оба ее крыла так условно назовем бюрократическая и социал-демократическая и лево-радикальная они оба совершенно верно должны были прийти к тому к чему они пришли именно к отторжению израиля конечно же все они прекрасно понимают что надо удерживать голоса и на словах они могут высказывать какие-то какую-то поддержку и так далее но в реальности и не я один так думаю скажем исследователь антисемитизма очень серьезный стивен норвуд он давно говорит что современные либералы американские израиль предали это безусловно и таким образом как только вставленник вот нынешние и кстати говоря идеальное воплощение нынешней демпартии байден пришел к власти то мы с вами увидели естественно что его озабоченность какая вернуть к жизни идею палестинского государства и начать финансировать эту пресловутую автономию вернуться в сделку к с ираном несмотря ни на что для него это просто святое и плюс его тесное взаимодействие социал-демократической европой которая будет означать готовность потакать ей во всем и если президент великой страны готов придать своего союзника готов поощрять врагов своих союзников и готов ради пресловутого своего наследия отказаться и презреть от реальных достижений реальных проблем америки то враги америки на это реагирует естественно и мы с вами увидели как вот этот вот рецепт демократов поощряя врагов и игнорируя союзников сотрудничая с бюрократии европейской он приводит к тому к чему он привел а именно к взрыву на ближнем востоке когда ощущая свою безнаказанность арабские террористы стали нападать на беззащитных гражданских израильтян к счастью израиль такой беззащитный израиль стал отвечать но естественно выяснилось что кто виноват виноват конечно же израиль как только израиль огрызается европейская социал-демократии примкнувшие к ней демократы они могут возмущаться и говорить общей славы об антисемитизме но евреи в которые отбиваются они не понимают для них евреи должны быть жертвы которые их о чем-то просят и таким образом естественно реакция была вполне себе адекватно и одна и понятна но адекватная для них и для нас это мы сами понимаем и что мы с вами видим на сегодня мы видим что ряд союзников израиля из других стран высказывается в поддержку гораздо более активно чем вашингтон я уж не буду говорить что вашингтон занял совсем антиизраильскую позицию ну нет пока такого не происходит но то что мы должны слышать от джо байдена мы почему-то слышим это бразильского президента жаира болсонару большое спасибо болсонару я в нем не не разочаровался он молодец мы видим что высокопоставленный правда тоже не лидер но высокопоставленный чиновник японского правительства я вам говорил японии демократов вообще не любит ясухида накаяма он тоже выступает говорит что сердца наши сердца с израилем за что его правда уже клянут естественно во всем мире мы видим ну в прессе мэйнстримный мы с вами знаем что он наш друг мои любимые новые правы в дании уже говорят о том что открыто тоже прекратим финансирование террористов так называемой палестинской автономии поддерживаем израиль никаких разговоров о попытках при попыток приравнять израиль к террористам быть не может со стороны израиля самая моральная армия которая защищает людей и сводит к минимуму потери среди мирных граждан с другой стороны террористы дословная цитата из петра зейра кристенсен мои любимые ольстерские лоялисты на уровне политиков выступают в поддержку израиля скажем дэйл пэнкхерст такой достаточно авторитетный деятель демократических юнионистов на ставит везде флаги израиля и говорит что моя партия за израиль я за израиль мои друзья которые просто вот лоялисты обычные те кто как и все мы с вами живет обычной жизнью и в политике особенно может даже не интересуется но сейчас очень многие меняют аватарки в твиттере на флаги израиля многие делают вы помните но в северной ирландии тоже шестиканечная звезда же а многие делают такие флаги сочетания израильского и северо-ирландского поэтому ольстер правый подчеркиваю за израиль но за кого сторонники ирландской республиканской армии шинфейн я даже не буду говорить вы сами догадались то есть вот мы с вами видим что правые консерваторы сегодня это однозначно за израиль левые социал-демократы и же с ними ну понятно за кого и учитывая что политика левых привела к тому что мы опять с вами наблюдаем то включается старый добрый принцип как признать свою вину они как надо все свалить на трампа и на них проклятых правах которые вот это помню было гнациус из вашингтон пост который дописал что вот трамп ничего не сделал для палестинцев поэтому получилось то что получилось то что в реальности не уж не буду даже это говорить идея решать проблемы ближнего востока оставив пресловутых палестинцев за скобками она себя полностью оправдала и но это умозрительно но это работало и будь сейчас трамп-президентом я понимаю если бы это не учитывается но я абсолютно уверен вот эта вот система была бы выработана коллективной безопасности если мы видим что арабские эмираты говорят более жестоко жестко чем байден что они прекратят сотрудничество с хамас ней то это показатель того что политика трампа она работает на самом деле если арабские страны предпочитают израиль они хамас так что это жалкая попытка все свалить на трампа и консерваторов она абсолютно бессмысленная и находить там какие то что трамп кого-то что-то там войска выявил еще что-то хотя все мы помним что обама вывел их куда больше и чем это все закончилось это как-то даже не серьезно и все мы видели что делал трамп если жизни американцев были под угрозой на ближнем востоке так что политика консерваторов себя целиком и полностью оправдала и привела мира не бывает абсолютно давайте мы вот мы с вами признаемся на ближнем востоке тем более это печально но это факт но то что трамп по крайней мере некоторую стабильность туда привнес и то что он вел все в нужном направлении и выстраивала про американскую про западную ось на ближнем востоке это мы не будем с вами отрицать и не позволим левом это у него отобрать это его заслуга безусловно то же что бессвязная политика левых как угодно их называют демократы социал-демократы и какие кто там и далее со всеми остановками единая россия и прочее то что она приводит к тому что мы видим сегодня это тоже абсолютно бесспорно так что у меня нет к сожалению рецептов решения пока происходит то что происходит я только могу пожелать силы и крепости всем еще раз израильтянам и то чтобы военная операция была завершена что безусловно над и на израиль будет ты уже она идет давление очень серьезно а то что моральное лидерство америки но никуда не делась на самом деле потому что американцы консервативные американцы разумно они конечно же за израиль в этом я не сомневаюсь но то что левая элита которая дорвалась до власти в америке будем надеяться временно то что она не может быть никаким моральным лидером в мире нынешняя ситуация нам все это еще раз напомнила поэтому еще раз израилю сил и побед а левом место на свалке истории куда они рано или поздно попадут конечно же но вот боюсь еще нам их придется потерпеть и бед успеет принести немало здесь умолкаю если сергей что-то добавить с удовольствием передам ему слово к сожалению идеи вот эти которые питают левых они не умирают они с конца позапрошлого века живут и похоже они периодически будут возвращаться никуда они не денутся и то есть я бы конечно хотел чтобы все аллеи левая идеология тоже ушла на свалку истории но как-то на этот счет у меня уверенности никакой нет что касается когда они уходят что перебью просто нам надо понимать что победить их полностью тоже не получится и надо быть готовым к тому что они могут вернуться вот к сожалению их предыдущее поражение мы поспешили признать полным не теперь за это расплачиваем что касается администрации байден сложным довольно положение потому что внутри демократической партии идут так сказать бои одно крыло поддерживает хамас другое крыло понимает что рискует потерять свои места и как бы пытаются как-то так сказать сгладить эту ситуацию но байден при этом нашел какой-то компромиссный вариант с одной стороны он послал деньги хамасу дополнительно чтоб ну под видом гуманитарной помощи чтобы поддержать так сказать хамас с другой стороны выпал выделил дополнительные средства на вооружение израилю но это уже чистая коммерция так сказать это прибыль надо же прибыль получать поэтому с одной стороны даем деньги хамасу чтобы он совсем не пропал хотя говорят у хамаса денег и так много много а с другой стороны даем возможность израилю закупать у нас оружие и боеприпасы у хамас опять что вылезаю будет денег еще больше если как только америка вернется в эту сделку потому что иран тогда не мое наблюдение на его с удовольствием у него сошлись элон джонс австралийский ведущий замечательно сказал что если америка возвращается в сделку с израилем то иран становится такой пунктом перевалочным для отмывания денег которые пойдут хамасу и кстати сказать это еще одна причина почему администрация не обозначила четко свою позицию администрация добивается сделки с ираном вы помните как это было при обами кеш отправляли чего только не делали чтобы ублажить иранцев чтобы они хоть как-то согласились на какую-то сделку по якобы по ядерной программе так вот на сегодняшний день администрация это продолжение той же политики обамы пытается как-то заставить уговорить иран начать переговоры и подписать какое-то соглашение в то же время иран контролирует хамас который атакует израиль в то же время иран контролирует хоть и которые в время в ливии то есть другими словами вот все эти очаги напряженности контролирует иран и чтобы не огорчать иран администрация вынуждена как-то так мы чать не члена раздельно по поводу ситуации на ближнем востоке вот так мне кажется давайте мы сделаем небольшой перерыв после чего вернемся продолжим если у вас будут вопросы пожалуйста вы можете позвонить в студию по телефону 847 400 5200 после рекламы возвращаемся в программу час ивана денисова телефон студии 847 400 5200 на тот случай если у вас есть вопросы а теперь ну тему его на тему обозначили как ги французские генералы и скандинавские правы ну вот тут может быть коснемся я не знаю насколько эта информация верна по поводу открытого письма байдену от американских военных в отставке давайте примем звонок потом перейдем к этой теме добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте да и вам спасибо вам за экспорт северо-илайнскую историю не только сегодня а в предыдущих передачах пожалуйста разрешите наш вопрос мы спорим о том спор то есть спорим о том что многие считают что именно первыми рабами в соединенных штатах были только лишь черные а вот я слышал о том что ирландцы которых вы рассказываете тоже были привезены англичанами были некоторое время невольниками в соединенных штатах вы что-нибудь знаете об этом если знаете пожалуйста огласить да там сложная ситуация не совсем все таки рабы но такие вот деклассированные элементы ирландские и шотландские они действительно были просто там штука в том что они жили рядом с рабами и при всей моей симпатии к шотландцам о которой я вам говорил но везде есть люди не слишком достойные и есть такая версия что худшие элементы черного поведения которые мы видим например сегодня они перенимались вот у тех самых деклассированных элементов которые еще называются да кратить некрасивым словом white trash что вот они у шотландцев и некоторых ирландцев их перенимали но все же это были не совсем рабы это были люди повторяю с очень низким социальным статусом если ольстерские шотландцы как-то там себе находили работу и старались себя обеспечить то вот эти граждане они там нищие еще кто-то еще кто-то и вот оказалось что их влияние на черных увы было очень и очень серьезно у томаса сова есть на эту тему очень подробно если называется черные реднеки и белые либералы кстати сказать там вопрос другом что у пиратов мусульманских белых рабов было гораздо больше чем черных кстати сказать насколько я помню но это уже отдельная тема спасибо все таки давайте перейдем к следующей да тут ведь опять мы не можем уйти от американской тематики потому что есть еще письмо действительно подписано 124 генералами отставными американскими которые объясняют что в америке сейчас очень сложная ситуация открытые границы удар по экономике и общее безрадостное состояние действующего президента цензура практическая и все такое прочее но так получилось что это письмо но практически прессы проигнорированы то есть какие-то там чиновники из министерства обороны сказали что было письмо нехорошее его быть не должно поэтому но и не обращайте внимание и практически она как-то и не освещено то есть вы помните когда какие-то там отставные разведбюрократы строчили письма против трампа то это прессой подавалась как все истина в последние станции люди которые там давным-давно уволились из разведки все знают и все понимают когда же люди которые уволились из армии предупреждают об опасности нынешнего положения нынешнего курса то их просто игнорируют но или упоминают что единственный человек которого я например знаю это джон по индекста был советником по национальной безопасности у рейгана но что вот он оказался там замешан вот вот ргейте в деле с иран контраст значит и все письмо она вот все такое нехорошее но в целом то что генерал хотя бы отставные уже начинают беспокоиться это показатель хорош во франции все таки получилось и ничего не могу сказать более эффектно там письмо подписали порядка двадцати генералов но там еще огромное количество офицеров самых разных в общее количество подписей ну и очень большое там по моему за тысячу точно переваливает а может и тысячи я перематывал перематывал и даже считать не стал тоже я вам не могу здесь прокомментировать по именам хотя говорят что некоторые люди известные в правых кругах франции смысл письма довольно таки простой что во первых вот это вот якобы антирасизм он раскалывает общество но то что мы знаем с вами как в америке это называется пресловутая критическая расовая теория или теория критическая раса что терроризм исламский он набирает обороты и что исламская угроза для франции становится все более и более серьезный уже изнутри на письмо это отреагировали сразу же потому что французы его приняли в общем и целом с одобрением там насколько я помню порядка где-то видел я просто что-то около восьмидесять четырех что ли процентов опрошенных его одобряют а правительство французское ну естественно стала ставать там в позы оскорбления оскорбленные невинности и министр обороны и премьер-министр франции все они стали говорить что это безобразие что так вести себя нельзя это все подрывает разрушает и так далее левая пресса взвелась что французские генералы хотят уничтожить развалить и все такое прочее тем не менее спорить с письмом конечно же не стоит то что это написали генералы ну да наверное это не очень хорошо тем более что ну если вспоминать прошлое то при наполеоне до франции было хорошо при деголе на самом деле не очень потому что французская социал-демократия французская вот это вот конфликты с америка и с израилем это все во многом деголе пошло но тем не менее то что все таки в генералитете во французском есть достойные люди меня это радует так как не забываем что вообще-то странным образом англо-американский консерватизм на самом деле его пожалуй главным творцом на сегодняшний день можно считать таквиля француза и все его предупреждения бюрократии кстати говоря об исламе они оправдываются так что здесь французские генералы они на самом деле продолжают свою славную традицию и так или иначе напоминают нам о том что чем говорила такви вопрос в том кто этим воспользуется потому что я сразу говорю что возможно плохо ориентируясь хуже чем в британской в американской и даже некоторых скандинавских стран политики но у меня такое впечатление что сильных правых сил во франции нет там есть несколько партий достаточно таких правоцентрических но политики какие-то сильные личности я понимаю что сильные личности это не всегда хорошо зачастую даже плохо но человек который мог бы вот возглавить правое движение как это происходит в америке в северной ирландии или в скандинавии британию к сожалению тоже выпускаю я вот его не вижу как опять же и в британии на письмо это активнее отреагировали две дамы что интересно но это ли пен естественно но ли пен не обессудьте я права и считать никогда не буду еще ревиль мною уважаемый французский кстати автор сказал что весь этот национальный фронт это сборище социалистов и галлистов и ли пен она например той же самой социал-демократии только с националистским уклоном про вопросах ислама она может быть права во всех остальных я совсем не уверен ее желание дружить с путина мне тоже совсем не нравится поэтому если ли пен на этом поднимется то ничего хорошего для франции я не вижу на самом деле активизировалась и весьма колоритная дама рашида дати рашида дати она про нее то что про нее пишут такое впечатление что возвращает нас к старым историческим хроникам и французским эротическим романом я не собираюсь ее лично же комментировать и меня на и нас накасаться не должна но так скажем что дама весьма и весьма активная на любовном фронте но вроде бы это и не мешал политики она была министром юстиции при сарказе ее называли сарказетка и считается что она враг левых французских что при ней была ужесточена борьба с преступностью и сейчас она это ее партия республиканцы насколько я помню партия называется кстати говоря что интересно она не у власти но она возглавляет один из округов парижа кстати говоря так вот она сказала что письмо абсолютно справедливое что все так и есть есть атака на полицию во франции тоже есть угрозы исламского терроризма все налицо но вот покритиковала она тот факт что это генералы делают мол военным не стоит быть заниматься политикой но и многие уже видят в дате кандидата на будущем президентские выборы чего она и не скрывает я вам так скажу что многие высказывания эффектные француженки меня конечно радует но меня смущает два момента а момент первый то что она опять же очень не хочет дружить с путиным а это уже факт не в ее пользу момент 2 вы обратили внимание на что имя у нее мягко говоря не французская и рашида дате она сама из мусульманской семьи действительно марокканско-алжирской образование она получала католическое абсолютно и как я вам сказал да женщина с такой обильной личной жизнью ну вроде бы не соответствует образу мусульманки она была активной сторонницей кстати запрета на все эти костюмы пчеловодов для французских мусульманок но при всем при этом я нигде не прочитал то что она из религии вышла из своей и как хотите но я считаю что да я прекрасно понимаю что религия не должна играть роли но тот же самый так виль предупреждал что ислам это не религия вообще-то ислам это такая идеология которая охватывает не только жизнь человека духовную религиозную что все целое его дело но она проникает и в политику и в повседневную жизнь и в этом плане я совсем не уверен что франции которой все-таки страна христианская хотя в последнее время с трудом верится но что франции нужна лидер мусульманка даже хотя повторяю при всех достоинствах рашиды дати но знаете моя другая женщина и которой я восхищаюсь однозначно датчанка метте тисан все и стоишь партия новое право и она тут высказала в недавнем интервью очень разумно на мой взгляд мысль она сказала что у нас в дании есть религиозная свобода но нет религиозного равенства не нужно быть религиозного равенства потому что да какую религию преследует это все целого ваших чтобы преследуете какой следуете конечно это все целиком и полностью ваше дело но если страна основана на христианских традициях то ислам здесь играть роли не должен и ну давайте предположим что дать и полностью будет следовать христианским традициям и свое мусульманство отложит на второй план но знаете мне вот почему-то не очень верится возможно я слишком пессимистич тем не менее то что вот на волне этого письма повторяю поднимаются такие политики как ли пен и дати это я не знаю хорошо или плохо ли я вам сказал что меня смущает в их позициях их обе при этом повторяю да женщину власти это замечательно если в дании победят новые правы то будет очень здорово в норвегии вот как раз произошла тоже смена власти в прав партии прогресса несмотря на такое казалось бы пугающее название это на самом деле самая правая партия норвегия гораздо более правая чем консервативная потому что консервативная там превращать как кстати в дании консервативная партия превращает что-то такое бесформенное и абсолютное воплощение болотное да хорошее слово у нас теперь есть и уже от социал-демократов мало отличается партия прогресса себя позиционирует партии рейган и тэтчер и их лидер сивьенсен в общем и целом но добилась довольно многого для снижения налогов например для вот этого вот подавления норвежской социал-демократии но к сожалению не победила ее полностью сейчас партию возглавляет сильви лист хок лист халк как угодно ее произносить фамилию я про нее говорил уже лист хок себя позиционирует тоже однозначно такой рейган авткой хотя и кстати сравнивали с трампом так как она весьма активно занималась политикой ужесточения иммиграции в норвегию когда была в правительстве теперь она партию возглавляет я очень надеюсь что все лучшее чего добивалась сивьенсен лист хок продолжит кстати меня вот немного смущает то что она в последнее время не слишком активно комментирует положение на востоке в отличие от тех же датчан но я точно знаю потому что это было в программе и и раньше не выдвигали и в партийных я видел программах насколько мне позволили помогать понять переводчик с норвежского и в их инициативах парламенте норвежском лист хок она главная в норвежском парламенте и главная в партии сторонница прекращения полного финансирования опять же пресловутой палестинской автономии потому что она считает что это террористы что норвегия должна быть с израилем и что надо с палестинцами завязывать к сожалению в норвегии антисемитизм и это очень очень глубокий и опять лист хок ее партии будет нелегко но то чтобы все таки партия повторяю третье по значимости но это внушает мне некоторый оптимизм что и в вопросах борьбы с антисемитами с антисемитизмом и в превращение норвегии в кого в союзника израиля они все-таки добьются некоторого успеха но среди остальных направлений партии прогресса это тоже ужесточение борьбы с преступностью и экономические меры нацеленные вот на либерализацию экономики так что мы видим что я что же об этом говорил не раз но что столь любимые левыми скандинавская социал-демократия она на самом деле трещин это дает и за шведов не поручусь но норвежцы и датчане ее все-таки стараются расшатывать за что им большое спасибо так что это тоже то что сильве лист хок женщина это как видите абсолютно никакой роли не играет я желаю ей только успеха кстати она прокомментировал тут тоже к вопросу об исламе что почему-то в норвегии сейчас не принято поздравлять друг с друга с праздниками христианскими а как какой-то мусульманский все политики так и норовят там из штанов или из юбок выскакивать чтобы поскорее друг друга с этими самыми праздниками поздравить она считает что это плохо и что норвежцы должны поздравлять друг друга с праздниками христианским что тоже факт я считаю в ее пользу но и раз времени остается немного я все-таки не откажу себе в удовольствии и коротко ну коротко уж простите мне скажу про северную ирландию опять у меня есть причина уважительно во первых я уже сказал северо-ирландские правые за израиль и они это показали лишний раз а во вторых там опять происходят перестановки в основных юнионистских партиях поменялся лидеры той самой демократической юнионистской партии теперь это эдвин путц министр здравоохранения поменялся лидер вольстерской юнионистской партии теперь это догбит я не уверен что они это люди которые сейчас нужны но старый добрый фактор который характеризует северо-ирландскую политику и на который я ваше внимание обращал а именно то что ольстерцы очень не любят когда партии становятся рыхлыми бесформенными идут в центр она в общем-то себя снова проявляется и сейчас все больше и больше укрепляются позиции партии голос традиционного юнионизма партии однозначно более правой чем вот те две которые я назвал и все больше и больше избирателей видят именно в этой партии тех кто будет защищать интересы ольстерцев интересы рабочих рабочего консерватизма так как еще раз напомню рабочий консерватизм это вот как раз то на ольстер и держится и что самое интересное вот в нынешней ситуации что возвращает нас к началу демократическим юнионистам как раз может помочь их позиции сохранить именно дружба с израилем потому что основатель партии он и ян пейсли про который я не раз вам говорил он всегда был сторонником дружбы с израилем общество друзей израиля в северо-иланском парламенте он создавал в общем он везде и то что сейчас у ольстерцев опять такое единение с израилем они опять видят как израиль расстреливают видят как израиль демонизирует и всякий раз когда это происходит то вот это вот сразу же единение оно видно и если демократические юнионисты себя покажут друзьями израиля они себя показывают такими то вот парадоксальным как парадоксальным ожидаемым на самом деле образом они себе могут вернуть и свои утраченные позиции среди ольстерских правов вот видите израиль он действительно играет очень важную роль в политике и израиль для правых консерваторов а на сегодняшний день я опять повторю свою идею с первого сегмента правые консерваторы представляют самые здоровые и самые разумные слои населения поддержка израиля она помогает даже во не только в политике внешней но и в политике внутренней поэтому еще раз израилю большое спасибо за то что он является вот таким индикатором по которому мы выявляем наших друзей наших врагов и израилю конечно же снова как и первый сегмент заканчивая пожеланиями силы и побед и здесь умолка если сергей что-то добавится удовольствием передам слово если не возражаете давайте попробуем принять звонок добрый день да пожалуйста да здравствуйте я хочу буквально в двух предложениях попросить ивана сказать почему это все устарело и вообще это глупость вечная вот эти два государства я я то знаю все причины но мне просто нужно два предложения короткие чтобы там убедить детей во первых потому что у арабов очень много стран и совершенно не нужно следующее во вторых из-за этого сразу возникнет война между арабскими же государствами за новые территории а почему почему они либо они не поделят границы свои никогда они все время между собой воюют посмотрите на вот эти два ну да аббасы и палитинцы понятно понятно они все будут воевать между собой всегда поэтому это дестабилизация на ближнем востоке это дестабилизация в израиле потому что террористическая страна рядом с собой она израилю не нужна мы это видим это совершенно не нужно америки потому что это безопасность американских интересов так что никакого государства для несуществующего народа быть не может конечно но да да это антисемитизма в их присущей человечеству давайте мы в следующий раз хотим вернемся не совсем об этом но неважно иван огромное спасибо и да спасибо вам до встречи